Всем-всем доброе утро, с вами Диана. Лёша опять же на работе, к сожалению. Я вчера жаловалась на погоду, на то, что грязь и тепловата. Так вот, погода меня послушалась, на улице ударил мороз, холодно, и даже выпало немного снега. Так что я, я просто синоптик. Я хочу сразу всех поблагодарить, всех наших подписчиков, всех наших зрителей, которые вступают в группы, которые комментируют видео. И вот комментарии пишут такие большие, развернутые. Спасибо вам огромное, нам очень приятно это читать. Вы нас поддерживаете, и мы ради вас очень стараемся, мы вас очень-очень любим. Сегодня я пойду гулять с Кариной, сегодня я, ну, не иду в университет, да. И надеюсь, что вечером мы с Лёшей поснимаем нормально, потому что, ну, вчера ему было плоховато, у него болела голова, и он, ну, ему очень плохо было, поэтому извините, конечно, что его вчера не было. Но он не хотел, чтобы вы его видели в таком печальном виде, он всегда весёлый вид на камере, поэтому вот так вот случилось. Я уже посадоркала своими ужасными хлопьями, кровать до сих пор не застелила, потому что монтировала видео. Ну, буду вот собираться и ехать навстречу к сестрёнке. Солнышко светит, хорошо так дома, жарко, мне уже плохо просто от этой жарки. Фу. Я красила себе розовую помадку сегодня, вспомнила про неё и решила побыть принцесской. А то, что я хожу с этими тёмными помадами, решила сегодня быть посветлее. Я задумала всё-таки варить Лёше глинтвейн, я ему не разрешу смотреть эту половину видео, потому что хочу показать его рецепт, ну, книжечки у меня есть, и, возможно, по возможности купить все ингредиенты сегодня, чтобы устроить ему хоть немножечко больше праздник, чем он вообще на то рассчитывает. Вот здесь нужно висок чёрной смородины, корица, гвоздика, кардамон, миндаль, изюм, вино красное, сахар или же цитрусовый ликёр. Ну, может, это цитрусовый ликёр, это вообще капец. Эту книжку я взяла у мамы у нас дома, есть, она такая старая-старая книжечка с рецептами. И, знаете, здесь такие рецепты вот как-то для, не знаю, для уже суперкрутых домохозяек. Там два слова написано, и всё, и готово. Попробуй сегодня найти все эти ингредиенты и купить. Ирина в парикмахерской, и она должна была подстричься, так как я её просила. А вот она уже идёт. В общем, взял у неё. Вот её корюсик. Она вышла с парикмахерской, вот что она подстриглась. Я её сильно просила подстричься до плеч, а парикмахерша вообще сказала, что если и стричься как-то, то подстричься вообще коротко, где-то боб-каре сделать. Но мне нравится, я бы сказала, что типа вообще по-другому было делать. Я не хотела ещё коротко. Это была бы модная, не такая, как все. Она, ой, я не готова, я не готова, я не могу. Мне лучше сохранять длину, просто посеченные концы срезать и всё. Ну вот это вот, видите. Надо рисковать своей жизнью. Нет, я не готова обрезать свои волосы. Там уже их скоро не будет. Шучу. Короче, рассказывай, еду я в маршрутке. Идёт снег. Это я уже сказала, что ты стишок сочинила. Ты так к тебе шла. Больше мой стих. На улице снежок. Детишки соорудили большой-большой колок. Больше я не помню. А дальше будет не было? Нет, не знаю. Там что-то про любовь дальше было, да? Типа ты в окно там смотришь, нет? А я смотрю в окно, что-то там сижу одна. Несчастная любовь. У неё был блокнотик со стишками про любовь несчастную. Причём у неё не было никакой несчастной любви тогда. Там вроде нет. СМСки она придумывала. Кому она их придумывала? Пипец вообще. Там целый набор. Можно создать цитатник, знаете, в этом ВКонтакте. Я любила страдать. Великая страдавица Карина. Так вот о чём я. Дубль три. Я еду маршрутки. По своей кремлёвской. Сеть впереди меня. Какая-то женщина. Если её можно назвать женщиной, это хорошо. А чё, она баба-мужик? Да, именно вот это вот. Баба-мужик. Мужика-баба, знаешь? И с ней мужик, который... Не назовёшь его мужиком. В общем, она такая на всю маршрутку. Рот закрой! Я шо тебе говорила! И начинают на него орать на всю маршрутку. Он там ходит. Та тише, та тише. Ты знаешь, что ты какого-то... Ну, как... Давай... Блин, я не знаю. Я сижу. Мне так стало смешно. Я хотела ещё камеру достать. Я потом думаю, блин, если она увидит, она ждёт с ней по морде. Шо, шо, шо потом я полечувствую маршрутки и обратно домой. Короче, это такой ужас. И на всю дорогу, что мы ехали, она на него орала. Она, видно, такая, ну, немножко под шофеем. Ну, что-то он не говорил, что-то ей не нравилось. Она... Мы едем в больницу! И там что-то... Короче, там капец. Там ужас был. Причём психиатрическую явно. Да. Но она, знаете, ужас. Вот из тех женщин, которые вот... Бухая страшная алкоголичка. И вот она вот, видно, конкретно им помыкает всю жизнь. А он не может взять свои вещи и уки. Семейни Драмы. Им нужен этот... Как его зовут? Карпачёв. Карпачёв. Спасите эту семью. Сейчас немножко прогуляемся. Я, как говорила, поищу немножко потом ингредиенты на Глинтвень с Кариной. И пойдём ко мне домой, и я буду макаронами кормить. Я вчера макароны варила. На ночь глядя и крылышки готовила. И потом одну крылышку даже съела. Что сильно есть хотелось. Ты съела мой укроп? Нет, это моё. Что думаешь, все семь крылышек тебе? Да. Сильно много тебе. Ты ешь макароны, а я буду крылышками. У меня, кстати, макароны вкусные получились. Такие маленькие, знаешь, маленькие. Мои липусики. Всегда думала, как Диана так... Не надо, ты не стесняешься. Как Диана так снимает. Нормально. Ну, ладно, когда ещё идёшь вдвоём, ещё как-то не так. Ну, идёшь себе снимать. А когда ходит одна вот так вот с телефона, я вообще не представляю. Я бы не смогла. Вот на улице могу. Я бы было стыдно. А вот зайти в какое-то место, знаете, поснимать. Вот там больше Лёша. Я вот не могу как-то с другими людьми в каком-то общественном месте начать с ними говорить. Можно я вас поснимаю. Как-то тоже, если вдвоём. Только сама я не могу. Как-то я стесняюсь ещё. А на телефоне видно, что снег идёт? Можем поставить, посмотреть. Не знаю. Наверное, видно. Мы уже в нашем магазине. Тут рождественская музыка. И куча людей. И мы ищем уже ингредиенты. Ищи изюм. Есть тут изюм? А вот, смотри. А ты что, изюм? Вот, родственник. Розунки от них. Изюм? И сколько там? Вик? 187. Я не знаю. А сколько там 147? А подышай всё. А можно подышать? Ладно, хорошо, бери изюм. Дальше нам нужны приправы. У меня такое ощущение, что здесь нет воздики, корицы и кардамонов. Ну, мы поищем. Всё, приехали уже домой. Каринка, он уже... Уже что-то молюется там стоит. В моём голливудском зеркале. Брови расчёсывают. Брови расчёсывают. Будем кушать. Капец, я в этот дебильный магазин зашла. Ничего нет на один день, что мне нужно было. Только гвоздика и изюм. Класс, да? Супер, в общем, мы живём. Так это Лёша же будет смотреть. Я ему скажу, не смотреть. Лёша, не смотри. Будем кушать макарошки. Ну, Карина, не собирайся у меня долго сидеть. Какашка. А могла посидеть? Ты же на работу не идёшь сегодня. Ну, так мне же дома тоже надо готовить. Ты говорила, что тебе наготовлено, что ты вчера убирала. Готовить. Я тебе вчера приносила за полчаса макарон и крылышки. А мне надо запекать картошечку. Так это ещё быстрее. А картошечку надо почистить. А чё ты не почистила? Когда? Я же по риммайфску пошла. Утром. Я вчера готовила макарошки и крылышки с соевым соусом. Криня спрашивает, почему макароны такого цвета? Просто потому, что я сегодня их подогрела вместе с крылышками. Представляешь? Я очень смочилась. Вкусно? Ты пробовала? А, должно быть. Ну как? Карина, шо? Все нормально. Блин, дурочка! Всем приятного аппетита. Скажи хоть раз приятного аппетита на видео. А всем аппетита. Может, люди не кушают? Нет, наговорите обязательно. Молодно, может быть, кто-то в этом кушает. Так что тебе приятного аппетита. Мы сели смотреть кино. Я Карину угостила чупа-чупсом. Ещё и два положила ей в сумочку. Может, она скоро уедет. У себя есть, кстати, какое-то кино внутри называется. Какое-то дебильное, я так понимаю. Потому что его будет переводить «Хихихающий доктор». Хихихи! Мы будем пить зелёный чай. Всё, посмотрим кино. Доктор и красивая. Да, в росте, да. Это уже можно заносить её после свадьбы. А, глянь, мы сестра ведь. Да. Сейчас, смотрим. В смешных топульках можешь уже выходить. Карина от меня уже уходит. Ты такая лохматер, ты не с ней. Нехорошая, чё. Кстати, кино неплохое было, что мы посмотрели. Да, называется «Внутри». В шестнадцатый год. Ужастик. Такой неплохой ужастик. Мы так повздрагивали, повскрикивали. И обсуждаемый такой фильм. Вроде бы не совсем уж. Да, такой осадок остался стрёмненький. Хочешь, я тебя проведу всё-таки? Оденусь и пройду с тобой. Давай? Да ладно, ты на камеру забудешь себя строгать. Не, я серьёзно, я хотела тебе предложить. Выключу камеру и пойду с тобой. Пройтись с тобой? Как хочешь. Не знаю. Ладно, пройдусь. Всё-таки я буду деваться. Помаши, всем пока. Всем пока. Вы знаете, это ужас. Я только что ходила провожать Карину. Вышла на улицу, провела её, посадила на маршрутку. И тут смотрю, повылазили всякие мужики страшные, бабки какие-то страшные. Вы знаете, вот какие-то, ну не знаю, как-то они меня пугали, все эти люди. Я иду, иду такая, вроде бы, ну позвонила Лёше, может быть, поговорить с ним. А он трубку не взял. Я иду и вижу, впереди меня никого нет, кроме одного человека. Вот мужчина стоит, и видно, что он пьяный. Его в разные стороны шатает, он еле идёт. Он здоровый. И он стоит спиной ко мне. И я понимаю, что мне никак его не обойти. Я вообще, мне так стало страшно. Я вроде бы как обошла его. Ну и он вроде бы, ну не знаю, идёт за мной или нет. И слышу, шаги ускоряются сзади меня. Так быстрее, быстрее, быстрее. И у меня от страха, я начинала сама идти быстрее. И у меня в кармане были ключи. Я как вцепилась в эти ключи. Думаю, блин, сейчас падла подойдёт, и я ему ключом глаз как дам. И мне так стало страшно. Я вот, ну, беспомощная, честно. Вот за себя постоять, это пипец. Я уже иду, и тут раз меня обгоняет какой-то парень с пакетом. Который нёсся ещё быстрее, чем я, наверное. Тоже ему страшно было. Зашла быстро домой. Ой, господи. Лёша. Алё. Добрый вечер, друзья. Уже на дворе вечер. А значит, я вернулся с работой. Диана, смотрите, как она рада. Смотрите, как она сидит и просто не может нарадоваться моему возвращению. Да? Так, конечно. Ой. Это я после этого играю на камеру. Понятно. Жалко, кто-то не заснял. Да, что-то Диана там делала, что-то там дёрнулось. Вот, 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 вот. Всё, голова не болит. Как вы уже понимаете, раз я здесь. Голова, наверное, болела от всех этих недоброжелателей, комментаторов. И после них ещё, короче, целая гора проклятий. День сегодня начался просто супер. Еду на работу, 6 утра, никого не трогаю. И вдруг засыпаю. Просыпаюсь непонятно где. В яком искалходе. Ты где это? Я когда еду на работу, мы едим в город и проезжаем как посёлки. У нас в городе куча посёлков. И я проезжаю свою остановку в каком-то посёлке. Очнулся, смотрю вокруг деревни какая-то. Проехал остановку? Проехал остановку, опоздал, на работу. Начальник не в курсе. Проснулся, в колхозе. Я дома? Ой, свиньи. Поливу. Думаю, чеботево назад вернулся, чихреново за... Просыпаюсь. Что происходит? Где? Подрывайся, рюкзаком, рюкзаком. Водитель, на остановке, пожалуйста. Ох, выхожу. А, нет, нормально. Там пару остановок. Приехал. Паника была вообще нереальная. Ерунда. Приезжаю на завод. Работаем. Всё нормально. Всё хорошо. Всё работают. Обычные трудовые будни. Работают на заводе, понятно, куча станков. Там сварочные аппараты. Болгарки. Я стою, работаю на одной из таких болгарок. Стою, работаю, работаю. Вроде бы всё нормально. В один момент замечаю, что где-то пахнет жареным. Нормально так, жареным. Не могу понять, что. Смотрю на себя. А у меня уже полживота в огне. Вот так, ну, в роба моя. Вся роба вот тут где-то горит. Смотри, у меня тут пламя такое. Я смотрю, не могу понять, что мне и смешно, и страшно. Я бросаю маску, давай его тушить. А что так получилось? Ну, искры, искры идут на меня попали. Видать, роба какая-то была. То ли китайская, то ли, я не знаю. И вот в итоге я говорю, кое-как тебя потушил. Этот коллега по работе деды. Вот что называется, сгорел на работе. Ржали всем цехом. И это не конец. Еду я домой. Всё, вру. Еду ещё домой. На обратном пути с завода, как всегда, захожу в магазин. Нужно что-то же купить, там, Диане, себе. Всё как положено. Получил зарплату, надо её потреникать. Я каждый день получаю зарплату. Захожу, вроде бы всё нормально. Наскупился, подхожу к Касте. Я в перчатках был. Одну перчатку снял, другая в руке. И думаю, нужно взять ещё батончик. На, батончик. Всё, сберу его нормально, прохожу к Касте. На автомате, с руках. Выхожу через кассу. Бросаю перчатки в рюкзак. Рядом стоит охранник. Я бросаю перчатки и бросаю этот же батончик себе в рюкзак. У охранника вот такие глаза. Молодой человек, а что вы кинули? Я стою в шоке. Сразу вообще не могу понять, что происходит. Чё он до меня прицепился? Я перчатки. Достаю перчатки, а там этот нас. Я стою краснючий. Мне так стыдно. Такое ощущение, что я не знаю, что я действительно сделал какое-то мега преступление. Ну, в итоге изгонился. Я случайно, я так понимаю, он не поверил. Я думаю, больше туда заходить, купляться не буду. Я прослушала, извини, можно ли потом посерединить с подписчиками? Нельзя. А вот такая вот феня. Вот такой вот крутой день на самом деле. Дожрала пачку орехов. Дожрала. Я ныла, ныла, хочу есть, хочу есть. Запихнула себе вот эту гадость. Но спасибо тебе всё равно, я люблю эту гадость. А ещё, мне кажется... У меня тоже есть одна гадость, которую я люблю. Что? Оказывается, у меня есть теперь много мандаринок. Вот тут вылили. Ты мне уже показывал свое отражение, когда это было видно только твой силой. Было видно. Было видно. Ой, извини, нечаянно вырубилась. Ты уже показывал свое отражение, когда это было видно. Как твой день прошёл, нагулялась? Да, посмотришь на видео, как прошёл мой день. Хорошо люди живут, да? Шикарно. Мы не общаемся, мы только на видео смотрим, как он утром мой день прошёл. Вон Диана там что-то там делает. Вот, вот смотрите, она как зомби, она просто зомби. Пришёл с работы. Диана, я пришёл с работы! Ура! Вот только так она это и замечает. Короче, завтра у нас тоже наполёновский. Ай! Ай! Я тебя даже... Дурак! Ой, симулянтка! Я пошёл, я пошёл. Вот так положу, а-а-а-а! Завтра большие планы. Мы наконец-то таки попадём на учёбу. Как бы, конец полугодия. Наконец-то, говори. Ой! Вчера была на учёбе, сегодня была ничего, что у тебя пандемик и вторник учебные дни. Тебя это не смущает? Извините, пожалуйста. Это просто... Просто неплохо. Конечно. Тебя не смущает. Тебя это см... О! Меня не смущает. Понимаете? Запрос вошёл. Тебя это не смущает. И... 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 Вот я там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она в конце... А ты так по-сестому lado с этим общаешься? Тебя не смущает. Она услышала так конец павель... С моей стороны... У-у-у-у-у-у-у-у. Тебя не смущает. Я говорю... Тебя не смущ... Меня не смущает. Почисни мандаринку, пожалуйста. Покупайся за меня, пожалуйста Мне так что-ли не делать, капец А что, мне нечего делать, мне просто лень купаться идти Нормально, да? Видите, как для меня важны Важны подписчики и зрители Все, кто мне пишут, я сразу ухожу в диалог и общаюсь На самом деле, даже если это не подписчики, не зрители Кто-то тебе пишет Ты ухожешь в диалог А мне, посмотри, мне в основном Мне никто не пишет Полковнику никто не ждет Меня ни с кем так не общают Я уже сказала в видео, что я не могу снимать видео в кафешках одна Вот ты там можешь, ты там с чужими людьми можешь там можно, мы поснимаем А я не могу Я не общительна Что ты любишь? Извини, что перебила Я знаю, что я не люблю Я не люблю, когда меня перебивают Я люблю дорогие машины У меня их нет, но я их люблю Я люблю большие квартиры У меня их тоже нет Нет, что-то по 50 Что-то по 50? 80, что-то, что-то было Что-то по 50? Что-то по 50? Подышаешь? Что мы сегодня будем делать вечером? Смотреться? Это неправильный ответ, я буду играть в танчики Ну и играть в танчики, лянь Вообще капец, со мной время не проводят Приходят свои танчики, всё капец Не поздравьте, вы с днём рождения Отписывайтесь от канала и вообще не общайтесь Отписывайтесь от канала, ставьте палец вниз Не ждите новых видео и не комментируйте Не пока Не пока? Не пока У нас есть с Лёшей такая забавная идея Точнее, идея была Лёшина Вот об этом я пытался говорить Когда ты меня перебила И вот тебе ответочка Я тебя тоже перебиваю Понимаешь, что очень зря это делаешь Я не расскажу какая-то Будет сюрприз Мы просто посмотрим Зачем ты об этом говоришь? У нас есть идея Интрига Я люблю интриговать Интрига Но у нас она есть Интрига? Ты у меня всплугиватель Комментарий Это очень страшный комментарий Это не комментарий Мы расстроены Я нет Ты нормально вообще Я буду играть в танки Диана будет лопать свои мандаринки Панты мимо Что? Панты мимо Это как кони-пони Ой Кони-пони Лишади Смотри, Диана будет лопать свои мандаринки Я буду лопать почти украденный нац В смысле почти украденный Ну ты прослушала всю историю Привет Доброе утро И вот полчаса очень нудно Бонжорно Ты украл его? Нельзя Сколько раз я тебе говорила Не воруй Хель уже смотрит сериал Играет в танчики Кто-то играет, да Кто-то сидит Ой, будет смотреть сериал И лопать мандаринки, да? Да, я попалась уже мандаринами Хотела взять по штучке А потом решила, что это Сильно мало Чем учиться? Да, зачем? Ты как это? Ты чебурашка Он же был в коробке с под мандарином Да? Найдем, да О, понятно Там у меня была чебурашка с игрушкой Кстати Моя любимая игрушка была Кстати, кстати Ладно, ребятки Будем прощаться Всем спокойной ночи Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Комментируйте видео И ждите новых Всё, вступайте в нашу группу Всем до встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok